Детский телефестиваль Но сначала новости короткой строкой Чемпионат России по мини-лапте прошел в Ульяновске Впервые в истории оренбургского спорта Титул сильнейшей женской команды страны завоевала сборная нашего региона Одолевшая непростых соперниц лаптисток из города Чехова Которые на протяжении 8 лет были чемпионками России Мужская сборная Оренбуржья заняла второе место Уступив в финале представителям Московской области В Ледовом дворце Звездный прошел хоккейный матч Посвященный казахскому празднику весны обновления Ноуры с товарищеской встречей отметили игроки молодежной команды Белые Тигры И действующий чемпион области Динамо Оренбург В роли капитана Белых Тигров выступил генеральный директор предприятия Каз Росгаз Кайрат Баранбаев Первый период завершился нулевой ничьей Во втором команда открыли счет и атаки последовали одна за другой В итоге триумф в товарищеском матче праздновала команда Белые Тигры Хоккеисты молодежки не разочаровали спонсора Каз Росгаз И одержали победу со счетом 6-4 Титул отстояли Оренбургский клуб настольного тенниса Факел Газпрома Во второй раз в истории стал победителем Лиги Европейских чемпионов В финале наша команда встретилась с непростым соперником Французским клубом Шартер Подробности напряженной борьбы прямо сейчас Битва триколоров русский против французского Отобрать корону Лиги Европейских чемпионов у Факел Газпрома Мечтает амбициозный Шартер Первый финальный матч на выезде наша команда выиграла со счетом 3-1 В том, что дожать соперника дома Факел сможет практически без труда Кажется, никто не сомневается Но уже первый микроматч разубеждает в этом Уступив стартовый сет игроку Шартера Роберту Гардашу Дмитрий Овчаров во втором берет реванш 11-5 Но в двух последующих Гардаш снова сильнее Итог поединка 3-1 в его пользу Следующими к столу выходит Владимир Самсонов И играющий за французский клуб сингапурец Гаунинг Борьба идет практически на равных Первый сет за Нингом, второй за Самсоновым Буквально громит соперника Владимир в третьем 11-6 Но вот довести дело до конца в четвертой партии не удается 12-10 в пользу сингапурца Все решает пятый сет, а точнее его концовка 3-2 в пользу Гау и второй балл в копилку Шартра Мелодии, исполняемые духовым оркестром, становятся все печальнее И вот уже возникает вопрос, а будет ли она победа? Надежду встревоженным трибуном возвращает лидер национальной сборной России Алексей Смирнов Можно лишь догадываться о том, как сложно было игроку факела выходить к столу после двух поражений товарищей по команде Победного микроматча ждали и болельщики Мне легче всегда было играть в гостях Тебе или помогает, или наоборот мешает Мне всегда было легче играть в гостях Я как бы не замечаю то, что там кричат А когда кричат на твоем языке Я с тобой разговариваю Хочешь, не хочешь, ты все равно это все случишь И перед своим болельщиками, как ты хочешь что-то показать Лучше иногда это как бы мешает Начинаешь что-то делать лишнее И не всегда хорошо получается Но в этот раз у него получилось все Соперник Смирнова Пэр Гэрол уступает в первом сете В двух последующих с результатом 11-7 победу также празднует Алексей Благодаря его блестящей игре первый балл в копилку факела И общий счет становится 2-1 Когда к столу выходит следующая пара игроков Овчаров и Нинг Наверное, только ленивый не ведет математических подсчетов Ведь в случае чистой победы сингапурца в микроматче Победитель определится по разнице мячей Уступив в первом и втором сетах В третьем Овчаров набирает таки необходимые для победы факела очки Проигрывает в партии со счетом 6-11 В микроматче с результатом 0-3 Но задачу тем не менее выполняет Я честно вам скажу, я первый раз считал мячи Это очень странно, всего три мяча отделяли, решили этот кубок Игрок Овчаров, когда вышел, он считал в голове, сколько нужно выбрать мячей 17 И с этой мыслью он считал Конечно, я очень рад Я тоже переволновался с вами вместе И сейчас испытываю такое удовлетворение Второй финальный матч «Факел Газпрома» уступает со счетом 1-3 И, пожалуй, только этот факт совсем немного омрачает радость триумфа Кубок Лиги Европейских Чемпионов снова в руках теннисистов Оренбургского клуба И это огромное достижение Нашим было тяжелее в каком плане В прошлом году, когда они брали эту вершину Им можно было отступить Как бы формально я имею ввиду Хотя «Газпром» отступать не привык Потому что они шли вперед Они наступали, впереди была вершина А сегодня им надо было эту вершину удержать Обороняться всегда тяжелее, по большому счету Вроде бы, можно сказать, нам повезло Но везет тому, кто везет Это раз А потом сегодня был, я так считаю, проигран бой Но выиграл сражение По праву, золотой кубок в этот вечер в руках держит именно Алексей Смирнов Ведь не выигрывая он у Пэра Геррала Страшно подумать, что могло бы получиться в итоге Алексей, конечно, просто герой этого матча Вот И Это его стремя победа Но Я хотел бы сказать еще о том, что У нас факел «Газпрома» Это команда Настоящая команда В которой, если один игрок Не удается одному игроку добиться победы Это делает другой Оренбургский факел «Газпрома» Сильнейший клуб настольного тенниса в Европе Второй сезон подряд И, будем надеяться, не последний Итоги областного смотра конкурса Среди СМИ подвели в региональном министерстве физической культуры, спорта и туризма В этом году участие в нем приняли 26 редакций средств массовой информации Впервые встреча журналистов не ограничилась церемония награждения Пишущую братью ждал приятный сюрприз Мастер-класс от столичного коллеги Своим опытом охотно поделился и корреспондент телеканала НТВ+, Тимур Журавель Подробности далее Был болельщиком, стал журналистом Как признается сам Тимур Журавель, в нынешнюю профессию его привела любовь к футболу Сегодня Тимур – корреспондент и комментатор телеканала НТВ+, ведущий программы «Футбольный клуб» Специализируется на любимой игре миллионов, но интерес и к другим видам спорта ему не чужд Чтобы досконально знать все детали, нюансы вида спорта, конечно, нужно заниматься, скорее всего, одним видом спорта, журналистки Но это, мне кажется, какой-то первый шаг Когда ты освоил спорт один досконально, нужно дальше расширять свой кругозал Я вот в самое время Олимпийских игр занимался еще и пятиборьем, и академической греблей И для меня это был бесценный опыт Сегодня на футбольном матче, завтра на соревнованиях по русской лапте или шорт-треку Жизнь спортивных журналистов Оренбуржья, особенно в областном центре, скучной не назовешь Тех, кто пишет о многочисленных турнирах, чемпионах и наставниках, запечатлевает яркие моменты спортивной борьбы Сегодня уже по традиции награждают Спасибо за такую работу, за преданность, фанатизм и профессионализм Девять городских газет, одиннадцать районах и шесть электронных СМИ приняли участие в нынешнем смотре-конкурсе На лучшее освещение физкультурной и спортивной работы В итоге лауреатов определили в нескольких номинациях Информационный партнер года, актуальный репортаж, лидер, взгляд, стоп-кадр Я хотел бы всех поблагодарить за постоянную работу, постоянный контакт с Министерством физической культуры и спорта в области освещения наших вопросов За ту правду, за ту истину, за ту работу громадную, которую вы несете по развитию физической культуры и спорта По пропаганде физической культуры и спорта, по утверждению здорового образа жизни среди населения Оренбургской области И я надеюсь, что наше с вами сотрудничество принесет хорошие результаты и в дальнейшем Не бывает неинтересных событий, бывает неинтересный подход Именно это высказывание можно определить как ключевое выступление столичного гостя Максима Журавеля Тема его семинара для лауреатов конкурса и студентов факультета в журналистике – спортивный репортаж, особенности и приемы Оригинальность и новизна – именно к этому призывает корреспондент НТВ+. Неплохо бы обладать рядом качеств, без которых в этой профессии просто нельзя Реакция, внимание, примерно как у вратаря футбольного То есть, если спортивные качества, которые есть у спортсмена и есть у журналистов, то он будет рассказывать о спорте интересной В 2013-м в Оренбурге пройдет еще немало крупных спортивных событий Значит, недостатка информационных поводов у журналистов не будет А не это ли повод для радости? В борьбе за бронзу баскетболистки Оренбургской надежды, потерпевшие поражение в полуфинале чемпионата России от клуба Спарта НТК из Видного Вступили в сражение за третье место Соперницы желто-бордовых – представительницы Курска – Динамо В прошлом сезоне эти же две команды боролись за бронзу Тогда сильнее оказалась Надежда О том, как развивались события в этот раз, узнаете из нашего сюжета Он болеет за родную команду с трибуны и, наверное, переживает не меньше игроков Главный тренер Надежды Александр Ковалев, который из-за состояния здоровья до конца сезона вынужден быть зрителем Внимательно наблюдает за игрой Его обязанности на площадке исполняет Альгерда Спаулаускас В перерывах литовский наставник что-то горячо объясняет баскетболисткам Надежды Такого во всех смыслах жаркого матча, как сегодня, на паркете Оренбуржья не было давно Вчера в первом поединке за бронзу чемпионата России Надежда одолела Курская Динамо со счетом 88-72 Серия длится до трех побед, а значит, оренбурженкам нужно выиграть еще дважды Нынче дела идут тяжело Стартовый отрезок завершается ничьей – 23-23 А во втором Надежде и вовсе мало что удается Динамо вырывается вперед и на большой перерыв команда уходит при счете 39-51 в пользу гостей Догонят ли, задаются вопросом оренбургские болельщики И ведь догоняют баскетболистки Надежды в третьей десятиминутке действуют напористо И добиваются, казалось бы, невозможного Сначала ликвидируют отставание, а потом и вовсе оставляют команду Курска позади – 61-60 Трата нервов, игра на пределе, бесконечная суматоха и борьба То под одним, то под другим кольцом В четвертой четверти матч и вовсе напоминает какой-то триллер Финал которого неожиданно для всех оттягивается Финальный свисток, когда на табло 72-72 Еще 10 минут валидольного поединка В овертайме эмоции просто зашкаливают На 4 очка Надежда все же опережает Динамо И с результатом 82-78 побеждает в этом непростом матче Как я говорю, кто проигрывает подбор, тот проигрывает и матч Мы проиграли подбор, несколько сняли таких, которые должны снять мячи по своим кольцам Конечно, рост был на стороне Пенбурга И вот эту силу они использовали И забили несколько таких важных мячей, которые решили эту встречу Пришлось собираться три четверти Но игру, конечно, усталость свою роль тоже отыгрывает Так что, но до этого и есть эти плей-оффы Они для зрителей, для игроков, для закалки Чтобы они закалялись бы, чтобы свои психические качества повышали бы И вот так и есть С плей-оффом такой и скользкая очень вещь Сегодня можешь два раза выиграть, потом три раза подряд выиграть И чего я себе не желаю и не вам К всеобщей радости тренерского штаба игроков и болельщиков Надежды Третий поединок уже на выезде решил исход борьбы Как и в прошлом сезоне, оренбургские баскетболистки оказались сильнее курских У себя дома «Динамо» уступила с результатом 82-88 Надежда победила в серии со счетом 3-0 И в четвертый раз завоевала бронзу чемпионата России В спорткомплексе «Олимпийский» прошли съемки Седьмого детского телефестиваля «Веселые старты» За путевку на суперфинальные игры декабря Сражались участники второго отборочного тура Семь команд школьников из городов и районов Оренбуржья Тему продолжит наш видеоматериал Хлесткие удары скакалки, которые вполне можно заработать в этом конкурсе Отважных абдулинских школьников, кажется, не пугают Участники команды «Спортфорева» решительно настроены покорить судей Их визитная карточка действительно вызывает приятное удивление За свое выступление в конкурсе «Это мы» Поклонники скиппинга или в быту прыжков на скакалке Получают максимальное количество баллов Я считаю, что кто крутил скакалку, от тех много зависело Мы старались от тех, кто прыгает, подстраиваться И я думаю, мы ему очень помогли Покорить творческим выступлениям мало Когда на пути встают огромные батуты Без хорошей физической подготовки справиться с испытанием практически невозможно Участникам команды «Дружба» из Курманаевского района сделать это удается Они успешно преодолевают все этапы лабиринта и финишируют первыми Команды очень много выплеснули эмоций, мне кажется, в него Нам, наверное, чуть-чуть удача повезла Но мы выиграли, мы счастливы Мне запомнились эмоции, то, как мы соревновались Соперники были сильные, но мы все-таки их победили Это радует, хорошее настроение Игры второго тура седьмого телефестиваля «Веселые старты» В эфире телеканала ОРТ «Планета» каждое воскресенье Но новые участники проекта вступят в борьбу лишь осенью Съемки третьего отборочного этапа начнутся в октябре На сегодня это все Смотрите наши сюжеты и на сайте orininform.ru До встречи ровно через неделю в программе «Оренбургский спорт» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин